В одном тихом и живописном армянском селении жил старец Ованес. Он был известен своей мудростью и глубоким пониманием христианской веры. Однажды к нему пришел человек по имени Арсен и спросил, «Отец Ованес, ты учишь нас любить Бога и ближнего, но должен ли я любить и защищать свое отечество?» Старец Ованес мягко улыбнулся и начал рассказывать притч. В одном древнем армянском королевстве жил благочестивый воин по имени Карен. Он был известен своей храбростью и преданностью Богу. Карен всегда помогал нуждающимся и защищал слабых, но он никогда не задумывался о своей роли в защите Родины. Однажды на королевство напали враги, угрожая разрушить все, что было дорого Карену. Его семью, друзей, храмы, в которых он молился. Карен оказался перед сложным выбором – оставаться верным своей вере и помогать ближним или взять меч и встать на защиту своего отечества. Карен молился и искал ответ в своем сердце. И тогда он понял, что защита отечества – это не только акт мужества, но и акт любви. Любви к тем, кто живет на этой земле, любви к своей культуре и вере, любви к будущим поколениям. Карен взял меч и встал на защиту своего отечества, понимая, что его действия – это выражение той самой христианской любви, которую он всегда проповедовал. После победы Карен вернулся домой и продолжил жить в мире, зная, что он сделал правильный выбор. Он защитил тех, кого любил, и сохранил веру и культуру своего народа для будущих поколений. Старец Ованес закончил свою притчу и посмотрел на Арсена. Любовь к отечеству и его защита – это неотъемлемая часть нашей христианской веры. Защищая свое отечество, мы защищаем своих близких, свою культуру и свою веру. Арсен кивнул, осознав глубокий смысл слов старца. С этого дня он решил, что будет не только любящим христианином, но и верным защитником своего отечества.